Владимир Михайлович, несколько дней назад Баскетбольная Украина получила 9-го по счету чемпиона страны, наш Прометей. При этом только БК Киев на стыке тысячелетия проделал более короткий путь от создания клуба и до чемпионства. Очень многим гораздо более длинный путь понадобился Химик, Мавка, Днепр, тот же наши соседы. Случай Прометей, как по-вашему, это настоящее чудо, обыкновенное чудо, если говорить языком советского кименатографа. Какова вообще ваша формула успеха? Совершенно неожиданно. Мы слышали о том, что там, и мы сами иногда боялись себе представить и сказать, как можно за три года создать и добиться такого успеха. Я думаю, что, наверное, успех все-таки в многих факторах. Прежде всего, наверное, это менеджмент или, наверное, прежде всего, это большое желание. Когда проект начинался только, мы, в общем-то, были далеки от большого спорта, от профессионального спорта. Этот проект начинался как, ну, попробовать, ну, посмотреть, как это. Очень хотелось развивать спорт, то есть куда-то надо, знаете, разные люди по-разному вкладывают свои средства. И как-то, вот, сказать, были хорошие, правильные ребята, которые начинали, вот, Паша сказал, ну, почему бы не попробовать. По мере продвижения просто попробовать превратилось, ну, наверное, так, чтобы не громкими словами, ну, наверное, в цель жизни. Вот, когда ты устаешь на работе, там, 12-14 часов, ты ждешь, что вот будет игра. То есть мы живем этим. Потом этим увлеклась вся моя семья. Потом этим увлеклись мои менеджеры. Потом стала образовываться некая каста постоянных болельщиков. Потом ребята начали ездить на игры сначала в высшей лиге. То есть если кто-то мне мог сказать, что я, в общем-то, в прошлом большой любитель футбола, сяду в машину или в поезд и поеду в Тернополь в Ровно на игры в высшей лиге, ну, я бы, наверное, там, 5-7 лет назад сказал, что это сумасшествие. Вот как-то, вот это, наверное, вот какой-то успех, наверное, в поддержке, в понимании, когда ты видишь счастье людей, настолько они переживают, насколько они болеют за это дело. Вот это, наверное, одна из таких вещей, которые вот и привело к тому, что случилось. Второе, это, конечно, подбор менеджмента. Ну, я всегда и в бизнесе говорю, что, в принципе, один в поле не воин, при том, что один человек, как правило, принимает решение, и дальше вопрос только, найдешь ли ты тех правильных людей. Никогда, там, буквально в первые месяцы, когда мы образовались и нашли, ну, просто там, Дима Марков пришел, потому что он играл с Пашей Чудной, и просто мы поговорили, и он сказал, ну, как-то, ну, сегодня есть работа, и я люблю ее, нам интересно как-то бросить все, к Минской поехать. Ну, поговорили, он сказал, а какие планы? Ну, рассказали планы. Он говорит, так бывает, ну, по крайней мере, будем стремиться. Там, через какой-то месяц-два пришли люди, говорит, вот там, сейчас приедет один из, там, гуру, человек работает в Италии, речь идет о Кирилле Большаковой. Ко мне сказали, сколько надо платить зарплату, сказал, ну, сумасшедший вообще, как такое может быть, ну, поговорите. Мы поговорили, и учили, и зарплата другая, то есть, все, ну, мы начинаем, как, ну, вот так. Но мы получили, наверное, одного из самых топ-менеджеров, спортивных директоров Украины. Я не совсем знаю, как у других клубов, я их просто не знаю, но ту работу, которую Паша и Большаков вместе с нами проделал по организации, это просто невероятно. Дальше пришло понимание, что надо создавать инфраструктуру. То есть, ну, начиная от жилья, ну, то есть, знаете, когда мы начинали, мы, конечно, не представляли, сколько это автобусов, сколько это машин, сколько это людей. Сегодня в клубе работает больше, там, 120 человек, и я просто иногда смотрю и понимаю, что, так хочу, и понимаю, что, ну, каждый из них – это одна единичка успеха. Ну, и, наверное, поддержка все-таки. То есть, мы пришли люди, которые мало разбирались в профессиональном баскетболе. И, наверное, поддержка федерации, причем это, знаете, там, всегда же надо, вот обязательно надо сказать что-то хорошее про начальника. Вот тут история и счастье в случае, когда Бродские федерации – не начальник. Они некий партнер, провожающий тебя, сопровождающий. Потихонечку появились президенты клубов, которые давно в Лиге кто-то посоветовал. И, вот, знаете, когда тебя критикуют, ты говоришь, «Да, ну, будет, как будет». Или тебя критикуют, говорят, «Да я лучше всех знаю». Наверное, вот это вот я с Пашей буквально сегодня утром обсуждал. Я говорю, мы чокнутые, наверное. Но мы всегда выполняли свои обязательства хоть перед игроками, хоть перед тренерами. Мы, к сожалению, из-за недостатка, наверное, опыта и знаний делали какие-то ошибки. Но вот не боясь принимать непопулярные, жесткие или какие-то, извините, глупые решения, привела нас к победе. Владимир Михайлович, приглашение в апреля Мэна – это самая большая в вашем матче? Смотрите, это самое сложное решение. Оно было сложное и финансово, поскольку бюджет клуба уже был, в общем-то, определенный. И от того, что у нас есть какие-то возможности, есть очень мощные, хорошие спонсоры. И друзья, партнеры, которые поддерживают, помогают нам. Мы связались с несколькими агентами. У нас было четыре предложения, из которых три очень, ну, таких качественных. И, опять же, в этом решении, знаете, вот есть, ну, я вообще человек очень импульсивный, но иногда себя стараюсь держать и принимать решение на следующий день, допустим. Больше импульсивно, ты можешь иметь неправильное решение. Позвонил один из агентов и сказал мне, конечно, у вас классная команда, и я слышу со стороны игроков, у вас, ну, довольно-таки мощный менеджмент. То есть многие игроки говорят, за рубежом нет таких отношений, там, транспорт, менеджеры, жилье, зал, клуб, фанаты, болельщики, которые заполняют зал и вообще не понимают, как. Но вы не оттуда начали. Я говорю, в смысле, ну, смотри, там, у меня так кикла. Говорят, у вас очень классный тренер. Мы знаем Виталия Николаевича очень хорошо, вот там, 10 лет. Ну, это не его команда. Вот просто это не его команда. Вам нужен иностранный специалист, совершенно другим подходом. Мы видим ваши цели, это так? Я говорю, да, цель одна, и была есть, там, победа в суперлиге. Я хочу, чтобы Украина эта спина была представлена в Еврокубках. Ну, вот как-то я с маленького смотрю, что наши все советские команды, называют советские, там, украинские, неважно. Вот как-то мы классные такие игроки все приходим в Европу, и что-то у нас там не получается никак выиграть. И вот, если какая-то цель, это казачка, Украина, наши украинские клубы достойны друг другу, чьей участи. И вот он говорит, давайте я сейчас переговорю с агентом, мы вам пришли, у меня от предложений. Они прислали там, наверное, 6-7 каких-то предложений я нашел спортивного директора, Паша, украинский директор. Они пришли, я еще раз набрал, скажу, скажи, вот у меня тут, он говорит, в этап 3, один из этих трех точно самый лучший, но те два, наверное, вам подойдут. Я посмотрел по цифрам, по ценам, по опыту. Знаете, а дальше это чрезвычайный фактор. Вот я посмотрел, то есть это были 3 иностранных специалиста, довольно-таки известных, достойных человек. А для меня, в общем-то, многие из них фамилии ничего не говорили, я просто открыл, посмотрел, чего добилась сборная Чехии, когда узнал, что Чехия, там, шестые в мире, ну, совершенно не баскетбольная держава, и там победили американцы, там позже, и русские клубы играли. Знаете, вот есть у нас какие-то мелкие элементы чешские, и я очень сказал, я, наверное, хочу вот это. Говорит, класс, только он не хочет ехать в Украину. Я говорю, в смысле, так о чем вы прислали? Говорит, ну вы же можете поговорить, вы же, говорят, там, убеждать умеете. И организовали зум-конференцию, там, в Альтин, там, мы с Пашей, ну, благо я говорю на английском языке. И мы начали разговор, знаете, как со всеми, он говорит, я уже посмотрел, Украина, Боже, а в Киев нельзя, я говорю, нет, в Киев нельзя, в столице мы не будем жить, это вот, мы живем в Прометееве всегда, ну, в зал, все. Ну, поговорили, он сказал, ну, ты расскажи, что ты хочешь. Мы поговорили, сказали, что может, и он говорит, ну, хорошо, я готов рассмотреть контракт следующего года. Я говорю, у меня нет в следующем году. Он говорит, ты сумасшедший, ну, два месяца до плей-оффа, там, или полтора, ну, нет, ну, а если я не выйду в Лигу чемпионов, я говорю, ну, ничего страшного. Он говорит, нет, я не могу не выйти в Лигу чемпионов, а в рейтинг, уровень отношения, восприятие. И, в общем-то, ну, дальше было много интересных. И мы говорили о профессиональных вещах, о игроках, об этом, конечно, за эти там пару дней между звонками он немножко знакомился, и я ему говорю, он говорит, ну, нет, в следующем году я должен собрать команду. И Геннадий говорит, смотри, ну, ты же там, он в Израиле был, и я говорю, ну, помоги, просто вот приди, у нас есть такая вопрос, и я так хочу, и мы так много создали, и времени нет еще у меня, и вот есть проблемы, боюсь, что мы там провалим сезон. И он говорит, да, еще аргумент. Я говорю, ну, там, давайте там увеличим стоимость контракта. Он говорит, хороший аргумент, но еще аргумент. Я говорю, смотри, ты хочешь в следующем году, ну, как ты будешь набирать команду, если ты не знаешь ни одного украинца? Он говорит, да, ты приедешь, посмотришь, кого надо взять в следующем году, кого оставить, у меня в контракты надо подписывать, у меня ребята играют. Он говорит, там, ну, там, за этим, того-того хочу, говорю, этого, что хочу, уже есть, а вот этого еще надо. И там, я так понимаю, своего жена, она говорит, да что ты там, ну, нормальный там, мужик, давай, езжай. И он буквально на следующем году, она говорит, ну, жена говорит, езжай. Говорит, я удивлен, ну, я еду, покупаем мебель. И вот так появился Ронан, я его называю доктор, наверное, он, сервер, а тренер, наверное, ему так нравится. Он говорит, я не говорю, Ронан, я хочу, я привык, что я, наверное, там надо было согласовать с Федерацией Чехии, и с президентом Федерации, и, в общем-то, довольно-таки быстро ребята все сработали. Да, я считаю, что это самый большой успех Прометея, и это самое, наверное, большое правильное решение, которое я когда-либо принял. Я когда говорю, я хожу, честно сказать, то есть рядом все сюда, Паша Чехов, ну, и Пашков, и Паша, не бывает дня, чтобы мы не начинали свой рабочий день и заканчивали разводом про баскетбол, про Прометея, про структуру, про развитие, про деток и все остальное, но вот это было наше с Пашей тогда решение, вот мы поговорили с ним, прикинулись, и вот, понимаете, вот он когда говорил, он говорил про национальную сборную, он говорил про клуб, про то, что там, не попадание в Лигу Чемпионов, это понижение рейтинга, и вообще, как он сможет вообще смотреть в глаза в Европе. Ну, вот есть какие-то элементы, когда ты понимаешь, наверное, это правильный специалист. Смотришь зарплату, это точно правильный специалист. И потом говорили, ну, почему бы не рискнуть? И вот тут был очень сложный, конечно, момент, как говорится Таня Николаевича, но у нас тут были договоренности. Я думаю, что мы достаточно достойно вышли из этой ситуации, мы говорили открыто, честно, мы согласовали условия расторжения контракта, наверное, он человечески обижен, но не обижен в профессиональном плане. я очень бы хотел всегда им иметь возможность пожать руку и смотреть честно в глаза, и я уверен, что такая... Вот именно так мы и расстались. Но это всегда непросто. И он сделал многие вещи, мы создавали вместе, команду, все, и вот... Но Ронан... Я вам скажу, что... Игры полуфинала, наверное, это были все равно самые тяжелые игры. Днепр принципиально, плюс, ну, знаете, там, «Голыба», «Днепр», и мы там какие-то, как говорите, два-три года малолетки пришли тут со своими правилами. И мы понимали, что это будут самые тяжелые игры. Ну, и сам состав Днепра, и менеджменты, ну, круто, круто. Я не то, что завидую, я всегда с гордостью о них смотрел, думал. Мне хотелось, чтобы мы как-то даже тут жили, мирно жили, хотя вот там, ну, всегда все кричали «Дерби», «Дерби», там, они круче. Владимир Александрович, вы именно за когда поверили, что команда может дотянуться до чемпионства, когда полуфинал пришли? Я вам скажу, что... Я поверил, что мы можем быть чемпионами буквально через две недели, когда Ронан приехал в команду. Мы за две недели настолько увидели разительное. Вообще вот все. Знаете, говорят, там, тренер приедет, неделю он будет там, не трогать некие схемы, пусть все будут говорить так. Мы пришли с вами на первую тренировку, и все началось с тем, что, ну, все, сейчас тут... А ну, покажите. А, сейчас будем делать по-другому. Я играю в другой баскетбол. Что значит другой баскетбол? Он говорит, я играю в быстрый баскетбол. Он говорит, так у нас баскетбол нет. Там были свои вопросы физического состояния, усталости и так далее, и он тогда сказал, что мне нужен помощник, который понимает, что я хочу. И он тогда... Ники Миленко сразу же мы подписали молниеносно. Но через две недели нахождения Ронана в клубе, там есть куча своих историй о каждом игроке, о том, как они менялись, насколько жестко какие-то вещи, какие-то мягко. Ну, я вам скажу так, Ронан может позвонить любому агенту на планете Земля, в Америку, Европу, и говорить с ними на равных. То, чего, наверное, не мог сделать украинский тренер. Он просто их не знал. А Ронан может им говорить, и они, как там эти большие дядьки, жесткие, страшные, они становятся, как такие овечки и выполняют то, что он говорит. Я не знаю, как в этом небольшом выдающемся человеке вот какая-то такая спортивная жизненная сила, он с тобой говорит, и ты тоже чувствуешь себя пионером. Ну, я там большая компания, я давно... И вот ты вот с ним говоришь, ты получаешь удовольствие от его вот какого-то. Там какая-то другая энергия и, конечно же, знание, опыт, профессионализм. Поэтому через две недели я посмотрел, сказал, Паша, у нас есть шанс. А когда с Днепром самая тяжелая история, когда он получил травму буквально в начале, и я сказал, ну, шансов нет. Ну, Террел, там, Санова, ну, то есть там все, там звезда на звезде. А потом у Лукашева травма. И я утром проснулся, мне позвонок брат говорит, ну, что у нас шансов вообще никаких ягод. Ты знаешь, ровно на месте, в хорошем настроении, если бы заваливал, все будет хорошо. Вот какая-то внутренняя уверенность, и через две недели мы знали, что мы будем чемпионами таких произошел. К счастью, как это произошло. Давайте перейдем к конкретике, которая больше всего всегда прежиссезонных болельщиков интересует. Костяк будущего пролетерия просматривается уже, есть люди, которые остаются, у которых контракты еще действуют. Пожалуйста, Павел, об этом немножко. Ну, наверное, все равно расскажу, я так все говорил на ваши вопросы, но огромное спасибо моим ребятам, потому что все, что сделали, сделали они. Они смогли сплотиться, они сыграли по-другому. Мы-то все видели, и Илюшу Сидорова, и Саша, ну, вот-вот-вот, не выделяли, они, вся команда сыграла классно, как одно целое, как команда, они неслись команда. Не получалось у одного, получалось у другого. Им огромный респект, и я вчера поздравляю ребят, были жены наших игроков, я сказал, девчонки, это и ваша победа, потому что их настроение, их работоспособность очень зависит, я знаю, что очень многое в жизни зависит от наших женщин. Мы считаем, что мы классные, а самое главное, они. Поэтому им большое всем спасибо, и вот их победа, еще раз, вот в интервью, если где-то будет, я хотел, чтобы они знали, что Ронин, Яг, менеджмент, вы, все это круто, классно, но победу сделали они, это их победа, они ее выиграли, и там каждый оказался на своем месте, в нужном месте, поэтому вот, вот, я хочу их поздравить с победой. Если мы говорим о следующем сезоне, вы же знаете, мне нравится такую, выкидывать там одну новость, другую новость, того подписали, того подписали, ну, вы сейчас хотите от меня все секреты. Из команды, которая есть, после ЛК пришел Ронин, к моменту, когда пришел Ронин, мы подписали Дениса Лукашева еще на 2, плюс 1 года, и Денис, в общем-то, и раньше говорил, что я хотел бы закончить свою карьеру в Прометее, мне нравится, я, в общем-то, у него жена из Каменского, поэтому нам тогда удалось его заманить из России, вычесть, ну, где Россия, ну, то что, ну, мы же тут, в общем-то, такие сложные были переговоры, и сейчас были непростые переговоры, но, в общем-то, сказал Денис, мы верим, ты капитан, в общем-то, опыт, все, и давай, закончишь, потом будешь, может быть, останешься работать тренером, дети, подрастающих поколений и так далее. Поэтому Лукашев был подписан до того, когда пришел Ронин. с Сашей Рипового контракт был на год плюс год с правом его уйти в июле, и он там до конца июля тоже был сказать, там, будет он уходить, оставаться. А вчера и он уже, скажем, мы влюблены в Прометеи, мы точно играем в Прометеи, поэтому у нас есть Саша Риповый, и когда Ронин приехал, то, что я говорю, через две недели, я говорю, он там рынок с украинскими игроками, сейчас же мы тут, ты же придешь нас, он говорит, я приду к финалу, а Миленко выиграет. Я говорю, слушай, может там как-то можно намутить, и ты не поедешь, потому что, а как без тебя? Все уже не понимали, как без него. Говорит, все будет хорошо, Микки все сделает, все, последний месяц он тренирует, это не я, я просто смотрю. Ну и слава Богу, произошло. И он сказал, я хочу вот этих, вот этих, вот этих. И мы подписали еще надолго срочный контракт и Илюшу Сидорова, и Славу Петрова, и Сашу Береков. Поэтому костяк украинской команды сегодня просматривается, вы их все знаете, это уже не секрет, их нельзя у нас отобрать, их нельзя у нас купить, их нельзя у нас переманить, потому что они связаны с контрактом, и я думаю, сердцем и душой, и их жены, и они, в общем-то, я надеюсь, что все хорошо будет, еще лучше. Иронов сказал, у меня одно условие, команду собирают только я, никто, ни вы, ни Павел Николаевич, ни Борщаков, ни мои помощники, я единственный человек, который принимает, кто будет играть. Вы определяете бюджет, я под этот бюджет собираю команду. Ну, я буду советовать с украинскими, ну, я говорю, поскольку кроме Лукашева четверо были подписаны уже в согласии Иронова, то есть он видит этих ребят, он еще назвал две фамилии, за которые мы сейчас начинаем в охоту, кого он хочет видеть, украинцев, и это непростая задача, ну, потому что есть порядочные отношения, то есть, разводы с президентами, с ребятами, чтобы они хотели, ну, в общем, миллион всяких слов, и дальше будет решение в зависимости от этого. Если решение будет четыре регионера на площадке и пять разрешено, мы будем брать пять регионеров. Кого он привезет? Американцев, чехов, литовцев, не знаю. У него есть бюджет, и он это будет делать. У нас есть еще одно, я сказал, вот я был, может, вот так, я сказал, он не влазил, ну, вот так, такой классный, такой классный. Он сказал, я подумаю, все зависит от решения исполкома. То есть, вот решение исполкома может полностью поменять те регионера, которые мы знаем, с кем мы сталкивались, те, что были в нашей команде, те, что были в другой команде, те, которые в Америке, те, которые заканчивают, те, которые в НБИ. Знаете, у Руна, она совершенно вообще другой подход еще, поэтому я могу долго рассказывать. Украинцы определены, мы ищем одного, двух, украинцев. Мы знаем, на какую позицию. Руна нам поставил задачу, мы под Козырек есть, пошли работать. А дальше все к нему. Владимир Михайлович, команда покидает, или устроит? Потому что очень много разговоров сейчас выходит по этому поводу. Если да, то куда? Ну, я думаю, что вы знаете. В общем-то, мы не держали это. Это был тайный секрет, мы не хотели этого. К сожалению, команда будет переезжать. Для меня лично это огромнейшая боль. Это вообще сложно осознать. Мы начинали как-то это вместе, это было все согласовано. Потом, мы всегда об этом говорили. Ковинское, я, все бабушки, дедушки, мы куча друзей. У нас там был бизнес. В общем-то, мы развивали и добились того, что зал был отремонтирован. Я думаю, это лучший маленький зал в стране. То есть, есть много больших залов, но настолько уютные и настолько люди наши классные. я не знаю, есть такие еще. Но таких болельщиков, которые были в Ковинскове, я не видел. Я же ездил, смотрел за разными. Есть те, кто любит. Ну, болельщики, сплоченные, фанаты, все. Но ряд событий, которые произошли после выборов, к сожалению, что-то полностью поменялось. Дело в том, что мэр города никогда не финансировал ни одного проекта, связанного с нашим клубом или спортом. Ну, вот, когда я говорю не совсем, ни копейки денег не было потрачено. Не из бюджета, если все мэры городов закладывают какие-то средства на развитие, на содержание, на спорта. Это не было, и мы, честно говоря, не все и напросили. То есть, мы понимали, что мы даже были самодостаточными, все, что мы просили, что детям, в США мы пытались помогать, доплачивали за оплату. И, благодаря, опять же, Бродскому из госбюджета была, в общем-то, сумасшедшая работа приведена. Письма, запросы федерации мы подключили к Каменской. Вы знаете, мы сумели в коммунальную собственность передать из городской собственности недостроенные помещения Евробаскета. После этого Михаил Юрьевич там на камине доказывал, Каменской в дни очереди был внесен список объектов на завершение строительства и начались работы и было достаточно большое количество работ сделано. И вот вдруг, наверное, я буду там, Юрий, я честно не понимаю, что произошло, что в сознании мэра Каменского, в общем-то, я думаю, это советники или какие-то, ну, то есть, у нас был ряд конфликтов там, каких-то связанных бизнес-муж вариантов, ну, даже это не конфликтов, не понимания. Ну, вот после выбора полностью поменялось, то есть, большинству все и сказали, что памяти не важен, здание, наверное, будет приватизировано, сказал, ну, хорошо, ну, играть мы сделали. После этого мы обратились и Бродский, и губернатор, и все было письмо на мэра о том, чтобы передать облсовету здание недостроенной Яроваски, это депутатами, проведена была огромнейшая работа и с госбюджета, с президентом, ну, не знаю, администрации, который попросил, что частично будет с госбюджета, основной возьмут, будет зал достроен, поскольку у Каменского бюджета денег не могло быть таким. И когда мы получили письмо за подписью мэра, недоценно передавать в область, недоценно финансовывать объект, ну, мы поняли, что что-то совсем плохо. Но потом, вы знаете, смена руководителя, запрет тренироваться, это опять же сила Каменского. Вот болельщики, фанаты, мы обратились ко всем, федерации волейбола и баскетбола, Михаил Юрьевич звонил, писал, включал связи, все включили какие-то возможности давления и вы помните там этот митинг. В общем-то, мы понимали, что совсем беда и я лично пытался донести, ну, давайте встретимся, пишем меморандум, есть существующий договор. Дело в том, что тогда, когда мы начинали, мы подписали договор долгосрочный, на три года, что потом достроится Евробаскет, мы будем играть в Евробаскете, этот зал будет больше для детей использоваться, для академии. В это время мы уже академию построили, уже договорились о другом зале, это все были процессы, что-то, ну, не что-то, какие-то процессы прошли, знаете, спорт, меценатство, развитие для города, это, ну, мы строили парки, мы строили это, то есть, так же было непонятно. Но пошло настолько бешеное давление, и когда нам приезжали клубы и заходил там новый испеченный директор, запрещал тренироваться игрокам в Тернополе, уезжают наши юристы, показывают договора, 10 раз, 12, я не знаю, сколько раз называли полицию, незаконно, незаконно тренируются, незаконно ходят. Вы понимали, во время полуфинальной игры идет полиция, у нас там опять разборки, а легионеры, игроки все это видят, это все приходит к нам, что делать. Мы уже тогда понимали, что, мы пытались наладить разговоры, говорили, ну хорошо, есть какие-то вопросы или разногласия, но смотрите, клуб платит, я думаю, я не хочу ни в коей мере никого обвинять, но, наверное, это здание кто-то хочет приватизировать, я другого не понимаю. Потом нам принесли документ, у него есть такое предложение, мало платить. Будете платить 600 тысяч гривен в месяц. Так мы же платим 100 тысяч по договору, ну, это в Андрике приличная сумма, мы пользуем почасово зал, автоматисты играют. Сложно сказать, ну, масса у меня всяких претензий, вопросов, но мы стали понимать, что это, наверное, будет невозможно. Мы говорили, неужели вы не понимаете, ну, клуб, понимаете, мы создали инфраструктуру, люди, жилье, академия, зал, ну, то есть рабочие места. Я все, что мы всем платим социальную зарплату, мы платим налоги, местный бюджет. Ну, то есть уже никто ничего не слышал, про Метей не интересен. Я говорю, ну, ну, чего? То есть дальше пошли, включали все свои силы, связи, но самая сильная сила, я говорю, это помощь федерации, вот, те же, были у нас. Ну, чтобы было понятно, на финал кубка приезжает губернатор, глава облсовета, они приезжают, мэр. Он же никогда не интересовался особо этими, ну, как-то он поддерживал. Вот, и мы поняли, что будет беда. То есть, когда у тебя постоянно полиция, милиция, адвокаты, разборки, потом нам начали отвечать, свет, вы же понимали, объявили штормовое предупреждение, когда вот три дня лили дожди, заходит новый руководитель Прометея, коммунального предприятия, без согласования с нами, у нас официальная аренда, мы платим деньги, он не имеет права там ничего делать, но он же шокурмовое предупреждение, и делает проверку ливневки. Делает гидроудар, львёт ливневка, заливает весь первый этаж, мы все туда с ведрами, там, слава Богу, охрана, люди, всё, мы это всё спасаем, ночью дождь. То есть, если бы мы это не спасли, да, аварийная служба нет, то есть, мы посылаем своих людей, меняем полностью трубы, провод, эту канализацию, потому что, ну, ночью дождь. То есть, ну, это невоверные какие-то усилия, это вот это постоянно, тебе всё время что-то какие-то письма, какие-то угрозы, там, разберём паркет, всё равно вы уйдёте, мы разберём паркет, там, будут играть, там, кто-то дурил, там, там, бойцы какие-то, там, биться, мэрёвчик, понимаете, ну, цену всего, вообще, ну, это было всё очень ужасно, страшно, я пытался, ну, пусть Андрей Андреевич подпишет меморандум, мэр поставит где-нибудь закорючку, что не будет препятствий тренировочному процессу, всё, забыли, мы дальше работаем, продолжаем, этого не происходило, мы, тогда, понимая, начали искать судорожно, ну, куда ехать, однозначно, для Покровского, в Днепр, мы рассматриваем, тоже нет инфраструктуры, и, в общем-то, в регламенте, той же баскетбольной мужской суперлиги, написано, что две команды могут быть только в Киеве, а в областных центрах или других, может быть, только по одной команде, ну, то есть, это надо было менять регламенты, если бы мы обратились, где там, федерация пошла, нам бы там, все клубы, там должны проголосовать, вот, ну, мы искали, и я вспомнил, что там, у нас есть очень были неплохие отношения, Паша особенно знал, мы вспомнили о зале в Слобожанском, мы приехали, рассказали о своей проблеме, о трансепции, мы рассказали о своем видении, о том, что мы умерли от детей, там, ну, проблема в том, что там 165 деток в этом зале тренируются, и он не пред... то есть, это за счет, благодаря областной администрации, 4 года там назад был построен новый зал, совершенно, но он не пред... не расположен для профессиональных, то есть, там, там 120 мест, надо минимум 700 иметь для игрок, чтобы играть в Суперлиге, там покрытие совершенно другое, там, ну, очень много всяких другого, но самое главное, нас приняли, в общем-то, сразу спросят, сказать, боже, неужели, что он сам Прометей, что будет играть вот здесь, как такое может быть, собрали депутатов, там, какие-то комиссии, они все кричат, да, конечно, но, один проблема, куда детей деть. Тогда мы приняли решение, сказать, что мы готовы, проинвестировать деньги, за собственное состав построить полноценный тренировочный зал, где будут заниматься только дети, за счет того, что не надо трибун, там, и, в общем-то, было ряд встреч, глава ОТГ Иванович, в общем-то, сначала мы думали, что это нереально вообще, принятый ряд решений, и мы получили этот зал, мы сейчас инвестируем, строим рядышком частный зал, где будут дети уже, мы должны успеть его до 1 ноября построить, согласно условию договоров, ну, крайне сжатые эти, тяжелые сроки, но мы это сделаем, мы всегда, в общем-то, бросаемся в огонь и в воду, мы же Прометей, мы же не горим, вернее, мы не тонем, мы горим, поэтому мы это сделаем, но там полная поддержка, знаете, впервые, вот почему, и сразу там детей, будем развивать? Будем, дадим ставки, откроем там, ДЮС США, значит, там воду, электроэнергию, да, там, да, есть условия финансовые, это ГЭС, понятно, отслеживает свои интересы, мы согласовали, они, в общем-то, тоже, ну, довольно-таки серьезные для нас, и для клуба, но, в следующем году на пять лет у нас подписан контракт, очень классная идея обсуждалась и с руководством области, и с федерациями, и Михаил Юрьевич Бройский, говорит, сделайте туда прометельно-профиловскую область, ну, не обижайте каменчан, мы будем создавать школы по области, мы будем в Слобожанском, мы уверены, что те каменчане, которые ходили к нам, которые нас любят, которые нам доверяют, мы их не потеряем, хотя, конечно же, для меня это трагедия, но мы ничего не можем с этим сделать, я уверен, вы убедитесь, что через полгода там будет разрушено все, паркет будет вынесен, щиты какие-то, все будет так, как и было для нас, то есть им надо что-то с этим сделать, как-то это откупить, или как-то это продать, то есть, мы даже уже когда договорились, думали, ну, может быть, сейчас, ну, как-то мы это поймем, там команда высшей лиги будет, детки там все, они не хотят даже слушать. Знаете, я собрал ребят перед четвертой игрой из Днепрона. Я говорю, ребят, надо выиграть, вы команда, вы мощная, Ронан здесь еще все, потому что Ронан уезжает, если вы сегодня не выиграете, Ронан завтра улетает, у нас контраст с чеки. они уже тогда знали, что мы уехали, не получилось договориться с мэром, они говорят, как, что, я говорю, мы будем уезжать, нам надо выиграть чемпионат, мы должны уехать победителем. И всегда будут говорить, что Прометей Каминской стал девятым чемпионом. И где бы мы ни были в истории, останется Каминск. Поле. Ближайшие планы команды, по крайней мере, мы точно знаем, что сегодня мы играем в Лиге чемпионов. По рейтингу, из того, что мы знаем, к сожалению, нам, скорее всего, придет играть в квалификации групповой, попадает только ряд клубов, хотя по рейтингу Прометей был 44-м на месяц назад. Теоретически может произойти там чудо, кто-то не заявится из-за ковида, постковида, чего-то, и мы попадем в групповой этап, это то, о чем мечтает Ронан, потому что тогда Лига чемпионов начинается 5 октября. Скорее всего, мы все-таки попадем в квалификацию, это большая лотерея, но мы будем готовиться, усиливаться, мы мечтаем в этом году там пошарудить, пофееритить. Тренер сказал, я тренеру говорю, Рен, там через 3 года у нас есть шансы, что через 3 года давай в следующем году. Так что мы готовимся, а там как получится. Поэтому предварительно сегодня чемпионат, мы узнаем об этом в пятницу, но в принципе это не секрет, это обсуждается. Чемпионат начался 23 сентября, по идее игра за суперкубок будет с будивельником, и я сказал, было бы идеально, чтобы это было в Киеве. Я все считаю, столица есть столица, еще лучше там, в Санкт-Петербургском зале. Все думали, мы боялись, но мы мечтали, мы хотели отомстить за кучу поражений будивельнику, вообще это классно. Я скажу, что это такая, вот адреналин, даже проиграешь, ну вот как проиграли. Поэтому это будет совершенно сумасшедший суперкубок будивельник, Прометей. Я так подозреваю, и думаю, что он пройдет 10 сентября, надеюсь, в Киеве, ну, будет решение принимать президенты клубов и с полком. И 13 сентября уже организаторы Лиги Чемпионов прислали, что бабл, мы еще не знаем в каком городе, но будет начинаться с 13 по 17 сентября и потом победитель этого бабла попадает в групповой этап. Поэтому с учетом вот этих всех событий и легионеров, то, что я говорил, то есть мы еще не понимаем до конца, предварительно мы ожидаем, что Ронан пролетит и соберет команду в промежуток с 1 по 7 августа, то есть несколько дат называется, 3 августа, максимум 10 августа команда начнет подготовку, тренер сейчас рисует планы, у нас появился, не появился у нас, я сегодня уже знаю, что вот к вами завтра я подпишу контракт, появится еще один иностранный специалист, физикл коуч, то есть он прилетит и будет разговаривать с ребятами и даст там кто как должен кушать, тренироваться, кому какой вес и так далее, то есть там вообще, я говорю, все по-другому, датчики, счетчики, программы, хеллс коуч, тот коуч, у нас доктор замечательный, ну просто, в общем-то, мы собрали сейчас команду супер сумасшедших специалистов, я верю, они добьются каких-то еще больше всего, я говорю, куда вышли, ну ты уже чемпион на суперлиге, они говорят, ну ты же понимаешь, что ты же каждый год не будешь чемпионом, я говорю, нет, конечно, понимаю, но хочется, будем стараться, и вот, поэтому команда соберется где-то с первого по седьмое и начнет подготовку, и вот последний такой серьезный супер кубок, и 13-го числа, скорее всего, мы начнем в лиге чемпионов, еще не знаем, кому, завтра, сегодня, последний день подачи заявок, буквально, я надеюсь, в понедельник мы узнаем, в группу мы попали, в это, то есть, от этого зависят многие вещи, ну, то есть, мы начинаем 13-го сентября, мы начинаем 5-го октября, наверное, будет, соответственно, готовить, то есть, легионеров, у нас есть время подождать и купить их в конце августа, или нам играть 13-го сентября, надо усиливать команду срочно, а это, ну, в общем, там целая большая кухня, я рад, что я два дня был пустой после выигрыша, думаю, боже, ну, что дальше делать, все, у меня настроение ноль, я вообще весь потухший, вы сейчас говорите, я уже с нами разговариваю с тем, мы начинаем оживать, мы уже думаем о следующем сезоне, вот он начнется где-то вот так. Успехов всем нам, всем сезонам. Да, мы всех приглашаем в Слобожанскую, мы перестроим зал, он будет еще больше мест, у нас будет до тысячи мест там, спасибо всем нашим украинским производителям, не только украинским, а американцам уже сделали новый паркет, в прошлом раз мы закрали паркет, на котором мы играла Чикаго, в этом будет такой же паркет, я пытался, даже, чтобы был тот же самый цвет и качество, к сожалению, коронавирусом цены выросли, но он едет, вчера он выплыл, поэтому мы надеемся все успеть, и я всех вас жду, уже будет однозначно турнир Прометей, мы сейчас согласовываем клубы, которые на него приедут, предсезонный, уже в конец августа, в середину августа, в конец августа, в начале сентября, мы снова увидим уже обновленную, любимую команду Прометей, Каменской, прости, люблю вас, ждем вас на игры, мы ваши, мы с вами, ну вот случилось то, что случилось, всех приглашаю, сейчас все отдохнем, вы сходите в отпуск, мы сходим в отпуск, мы не сходим в отпуск, мы уже работаем, вот, и всех будем ждать, и только, это и только победа, вы же знаете. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,